Ежедневно межведомственная комиссия с участием сотрудников профильных департаментов, представителей перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины проверяет, как пассажиры соблюдают масочный режим в городском транспорте. Практика показывает, большинство самарцев маски носят. Требования о ношении масок направлены на сохранение жизни и здоровья всех наших пассажиров, поэтому просьба выполнять его вплоть и впредь до отмены. Хочется надеяться все-таки, что у нас и пассажиры станут более сознательными, и, может быть, через какое-то время непродолжительное наконец-то отступит этот ковид, и мы сможем себе позволить какие-то послабления. Пока требования носить маски никто не отменял, просьба, чтобы они у всех были. О здоровье самарцев заботятся и перевозчики. Перед выходом на линию обязательно моют и дезинфицируют подвижной состав. С началом городского месячника по благоустройству ведутся дополнительные закупки моющих и обеззараживающих средств. На протяжении всех поездок в салонах работают рециркуляторы воздуха. Регулярно проводят инструктаж для персонала. Водители и кондуктора обязаны носить маску во время работы. Причем защитное средство должно плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Во все дни у нас работает контрольно-ревизионная служба, которая во время рейсов наших маршрутов проверяет маски у пассажиров и наших сотрудников. Все сотрудники обеспечены средствами защиты. Им выдается определенное количество на рейс, который они надевают в самом начале и не должны снимать в течение всего дня. Если пассажиры замечают, что водитель или кондуктор работают без защитных средств, они могут сообщить об этом на горячую линию. В этом случае проводится служебная проверка. Соблюдение масочного режима распространяется и на маршрутке. Водители и пассажиры обязаны использовать средства защиты. Без маски нельзя. Сейчас надо очень внимательно следить за маской. Будем останавливать автобус и на место будем сотрудников вызывать. За прошедшую неделю в ходе рейда в сотрудники полиции составили 76 протоколов. Всего с начала пандемии оформлено более 1800 административных материалов. В том числе в первом квартале текущего года их уже 868. Пассажирам за нарушение масочного режима грозит штраф до 30 тысяч рублей. Тем, кто попадется повторно – до 50 тысяч. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.